Диспансеризация в России в ее современном виде появилась пять лет назад. По этой программе каждый взрослый гражданин имеет право раз в три года бесплатно пройти комплексное обследование у врачей. Впрочем, далеко не все находят время на визит в поликлинику. Чтобы простимулировать людей и позаботиться о своем здоровье, власти внесли изменения в Трудовой кодекс. С Нового года каждый работник будет иметь право на один день для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка. Гражданам пенсионного и предпенсионного возраста будет положено два дня, также с сохранением места работы и среднего заработка. Если работник считает, что его трудовые права нарушены, то нужно обратиться в Государственную инспекцию труда в Ивановской области, которая осуществляет контроль и надзор в сфере трудового скомандательства. Чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться в свою поликлинику с паспортом и страховым полисом. Пациенты, как правило, направляют в кабинет профилактики. На первом этапе врач проводит обследование и предлагает сдать анализы. После определения группы здоровья и выявления потенциальных рисков в дело вступают специалисты узкого профиля. Пациент раз в три года приходит к нам в поликлинику, мы их чаще всего приглашаем, некоторые приходят сами и проводят все обследования. У нас зеленый коридор для таких пациентов, то есть если они приходят до 10 часов утра, то здесь он может и натощать, то может сдать сразу и анализ крови и пройти какие-либо обследования. Медики не устают напоминать. Легче предупредить болезнь, чем лечить ее. Во время плановой диспансеризации можно выявить онкологию на ранней стадии. Женщинам предлагают сделать маммографию. Кроме того, профилактическое обследование позволяет предупредить заболевания сердечно-сосудистой системы. Последние, к слову, уносят больше всего жизни в России. По плану Минздрава ежегодно диспансеризацию должен пройти каждый пятый взрослый. По статистике, внимательнее всего к своему здоровью относятся женщины в возрасте от 40 до 60 лет. А вот молодежь, к сожалению, крайне неохотно идет на прием к врачу. До 30 о состоянии своего здоровья предпочитают не думать. Диспансеризация проходит с 21 года. То есть каждый имеет право воспользоваться, пройти бесплатное обследование и консультации врачей-специалистов. Потому что это не только обследование, но и консультирование по факторам риска. Вы знаете, что у нас курение, алкоголизм – это факторы риска, которые способствуют развитию хронических инфекционных заболеваний. Выходной с пользой власти и медики сходятся во мнении, что дополнительный отгул раз в три года станет хорошим подспорьем, чтобы задуматься о своем самочувствии. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.